добрый вечер всем сегодня мы начинаем либо продолжаем у нас было одно вводное занятие по новому предмет управления станков чпу собственно над этой темой мы поработаем ближайшее время сегодня будут использоваться некоторые симуляторы также передам концу занятия программы которые нужно будет установить нужно либо можно то есть это как бы не обязательно в любом случае и предыдущее занятие вводное кто отсутствовал можно посмотреть но там было в обед добавлено напомню вам пока все собрались что следующее занятие будет через неделю так получилось первое второе число выпадает у нас седьмого занятия нет восьмого занятия будет то есть седьмого как бы оно не должно было быть получается что мы встречаемся через неделю а потом с восьмого числа уже по расписанию там до мая никаких праздников нет и мы будем заниматься стандартно три раза неделю то есть этот предмет немного у нас по времени расширится то есть идет вперед итак сегодня мы рассмотрим более детальные процессы связанные вообще с чистовым правоуправлением поговорим о разновидностях системы чпу их отличия то есть посмотрим на некоторые типы оборудования для этого я буду использовать определенное правное обеспечение также передам вам информацию как раз некоторые материалы для самостоятельного ознакомления то есть я буду вам как обычно их писать в виде ссылки в чате то есть можно скопировать эту ссылку кто не имеет возможности копировать чата все данные ссылки находятся на главной странице то есть вы можете зайти через сайт сискул сенсиума любой в принципе перейти на идти на русский язык зайти в раздел сервиса и тут есть материалы курсов авторизоваться нужно тут с помощью логина и имейла перейти на управление станков чипу и открыть этот предмет два раза нажав здесь же будут некоторые материалы использоваться которое нужно будет рассмотреть кроме этого есть еще на самостоятельную такую проработку некоторое задание первое это скопирую вам также прямо сюда это такой визуальный словарь по системе чипу фанук серии 18 а mb то есть по сути это просто такая как был величина фото в хорошем качестве где вы можете наводя на мышкой наводя на любую абсолютно текст либо какую-то кнопку получить информацию на английском и на русском языке обозначение о том что это собственно такое например там runtime время цикла до абсолютное значение координаты по x и xz начало точнее название программы то же самое здесь автоматическая операция там режим возврата в исходное положение режим хэнд маховик увеличение уменьшения подачи то есть федора это исключение станка сион тогда есть мы немного еще по данной теме я в общем сегодня еще пройдусь то есть покажу что какие режимы более главные и опциональные клавиши необходимо изучить и я бы на вашем месте поступил бы так то есть даже если вы начинаете обучение с данного предмета либо вы не умеете работать например на этом станке а знаете правление можете обслуживать какой-то другой станок мы пройдемся в как раз по таким основным клавишам функциям и самое главное вот этим обозначением этим иконкам то есть графическим обозначением на клавишах для того чтобы вы могли их просто там перерисовать и запомнить изучить это самый такой надежный вариант потому что фанук является можно сказать такой эталонной системы чипу и это одна из первых систем чипу ну можно сказать первая система чипу там с 50-х годов это все выпускается прошлого столетия и мы можем можно так сказать что при изучении вот таких аббриатур графических то есть этих иконок вы сможете неплохо ориентироваться в других станках то есть рис это предположим это можно сказать такой международный формат нельзя опять же нет такого понятия как из 100 международный международный стандарт этого в данном случае обозначение графического на клавишах то есть нет такого но данные обозначения будут очень близки очень похожи как бы на другие в некоторых станках используются используются такие сокращения возле клавиш например если для главного режима используется специальный переключатель то вот как здесь подписаны все градации подачи процентном соотношении там же вы сможете увидеть значение обозначение этих функций например auto режим автоматической работы тут будет эдит подписано а в данной системе чипу которая достаточно распространенная как видите нет такого то есть как бы нет таких обозначений и то что вам нужно сделать это просто как раз выучить изучить выучить эти иконки поэтому чуть позже не более детально пройдемся по этой стойки а такая очень часто популярная и еще рассмотрим что именно необходимо изучить кей так кто-то не может зайти но я включаю включаю далее посмотрите на еще вот такой справочник для операторов станков чипы будет принципе много то есть для данного предмета можно сказать что он также теоретический больше да потому что тут же нет никаких то выполнений так далее то есть тут нужно больше запоминать повторять смотреть но будет вот дополнительные такие на домашнее ознакомление на самостоятельное ознакомление такие небольшие задания в данном случае прочитать там чего-то сделать потому что я думаю что как бы нет необходимости на занятиях это все читать как в реальном времени да то есть это является как бы самостоятельной проработкой но тем не менее то есть небольшое как бы сравнение будет и я оставлю эти два я оставлю это два занятия если можно без видео не включайте потому что не включайте потому что у вас два устройства и идет эхо я вас пока выключу микрофон вас слышно если у вас будут вопросы владимир вы включаете микрофон и задавайте без проблем а потом выключать потому что у вас как бы я два раза слышу себя камеру нет необходимости использовать потому что при просмотре записи она будет постоянно закрывать картинку всем при записи поэтому из-за этого камеры мы не используем вас очень много если все включат камеры просто начнется не обучение но микрофон должен быть естественно окей то есть если какие то вопросы есть кого-то пожалуйста можно включать микрофон и без проблем у кого микрофон работает постоянно в тихом режиме и нет каких-то там по стороне звуков либо эхо можно естественно но не выключать микрофон то есть держать его включенным никакой проблемы окей вернемся назад немного и так по системе чпу фанок мы еще поговорим также описание клавиш функции управления стойка cnc gsk gsk и в чате как раз я добавил эту ссылку тут будет еще много чего и не только отсюда но пока не нужно то есть как бы будет много времени на это окей давайте посмотрим на один из один из продуктов более новых и посмотрим на его как бы выбор главного режима самое главное что нам необходимо для начала чем нам необходимо для начала как бы освоиться рассмотреть это я вот поменяю местами вот так освоиться рассмотреть это как выбрать тот режим правильный режим которым станок должен работать как изменять переключать режим экрана в данном режиме ну и собственно для чего не нужны прошлое занятие вводное кто отсутствовал то есть я вам напомню что мы говорили просто назначение каждого из режимов но и сделали там раз возврат в исходное положение сегодня мы также это посмотрим но для разных систем чпу то есть не только для той которая была поэтому кто не видел предыдущие занятия либо отсутствовал можно посмотреть его находится в кабинете и окей и так система немного другая то есть увидите фанук серия 32а и модуль б то есть это вертикально фрезерный трехосевой станок как я могу определить что он трехосевой по наличию как раз в трех оси и и здесь мы видим кнопки здесь мы видим главные режимы это auto edit mdi и все пока здесь мы видим также здесь мы видим режим экрана плюс система ну и вот букв цифр на разная навигация и работа в мди экран в котором также есть как бы вот такие кнопки на самом экране но мы можем нажимать их вот так то есть предположим если экран сенсорный то мы можем нажимать прямо на них но фактически если это не touch screen экран то есть мы нажимаем на такие дополнительные функциональные клавиши они дополнительно видите нажимаются как бы здесь сообщая оператору что мы работаем именно в этой вкладке посмотрите что стандартно система чипу имеет вот здесь функциональные клавиши внизу они так и называются f1234567 то есть сколько их там будет и на них может быть такая надпись f1 то есть f2 f3 можно сказать что функциональные клавиши используются в разно-правной обеспечении и в операционных системах да то есть у каждого на клавиатуре например если у вас клавиатура qwerty либо mac есть также функциональные клавиши они таки сокращаются f1 и f2 и f3 для некоторых систем чипу есть отдельные программируемые клавиши например для того же фану синтак называется не ffk fk fk 1 ну и так они расшифровываются functional key функциональные клавиши функциональные клавиши 1 2 3 4 до 8 обычно их 4 либо 8 и они вот так могут вот так находиться рядышком либо вот так находиться вот 8 чтобы можем запрограммировать что при нажатии клавиши система чипу то станок на будет что-то выполнять например выполнять выполнять какую-то программу то есть можем запрограммировать выполнение какой-то программы мы можем нажать там 1 и нажать старт цикла она будет и выполняться за задним фоне такие функциональные клавиши они настраиваются через системные параметры либо через аппаратные параметры станка из программы либо внутри то есть без участия оператора чипу некоторые процессы выполняет не оператор чипу а программист например либо техник чипу из которой может установить что-то в параметрах и эти функциональные клавиши другие разные клавиши не будут его использовать стандартно же для запуска станка мы должны выбрать сначала главный режим после чего мы должны отобразить правильный экран то есть тот режим экрана который нужен в разном режиме экрана станок нам будем что-то будет что-то показывать окей по главным режимом я просто напишу что стандартные главные режимы делятся на автоматические ручные к автоматическим нас относятся auto edit и mdi и к ручным у нас относятся джок рф рпд рф рпд и хэнд при этом джок и рпд могут быть в одном то есть совмещены ауто это автоматический режим работы станка в котором при выборе управляющей программы активной данном случае программа это о 2 0 0 1 опять же как узнать что это именно активная программа как раз посмотреть вот это руководство и понаводить на каждую из них и ознакомиться мы все обязательно рассмотрим изучим но это сложно запомнить все поэтому есть вот такие дополнительные разные словарики всевозможные разные скрипты иногда которые позволяют вам это повторять итак ауто да ауто сделаем так edit необходим для создания новой программы и записи ее в стойку систему чипу либо выбор программы для последующего запуска то есть редактирование выбор либо либо что либо создание mdi это отдельный режим отдельный режим в котором про мисс чипу либо оператор чипу который выполняет как раз используя такие навыки программирования в работе создает новую программу эта программа обычно не записывается в систему то есть выполняется как бы динамически и станок ее очищает за исключением некоторых станков мы поговорим об этом позже джок рэв иди хэнд это ручные режимы то есть мы используем их для того чтобы выполнить какую-то отдельную задачу например выполнить возврат исходное положение это такая большая под тема сегодняшнего занятия бинара то есть мы посмотрим как это делается в разных системах вы посмотрите джок и рэпид это ускорено перемещение либо толчковый режим перемещения как бы более такой более медленный но в нем участвует клавиша плюс и минус то есть нажимая на котором мы производим такие толчки то есть перемещение нажали плюс станок сдвинулся насколько он сдвигается при нажатии как раз таких клавиш обозначается в системных либо аппаратных параметров и программируется техником чпу либо дистрибьютором реселлером производителем то есть случае если никто не изменял не изменяет данном случае эти параметры то с помощью минус и плюс мы можем указа перемещать станок а он знать насколько нужно переместиться хэнд это специальный таки шкентль пульт маховик который мы вращаем для того чтобы более перемещаться более медленно более прецизион выбирая при этом перемещаться нужно на 1000 миллиметра на сотую миллиметра на десятую миллиметра либо на миллиметр по главному режиму мы будем работать отдельно на каждом занятии сегодня мы начинаем только пока с возврата исходное положение переходим к следующему занятию к редактированию созданию новых программ и запуску программ то есть режимом mdi edit в котором нам нужно разобраться на определенной группе клавиш их не так много ну и принципе вот эти все будут участвовать то есть можно сказать что вот это все нам нужно рассмотреть но это и много и мало и так получается что мы выбираем какой-то главный режим режим для того чтобы станок запустить после того как мы возвратили исходное положение покажу чуть чуть позже на после того как мы возвратили станок в исходное положение он готов к работе то есть готов к отработке управляющей программы к его выполнению и как раз данном случае нам необходимо будет выбрать например зайти в режим редактирования для того чтобы выбрать активную программу и все функциональные клавиши будут постоянно меняться зависимости от того какой главный режим выбираем например увидите что в режиме mdi у нас меняется какие-то части экрана но это логично что-то меняется глобальная станке и он показывает девище клавиша фолдер нас используется как директория дословно фолдер эта папка на директория указывается при этом на разных системах чпу по-разному где находится эта директория обычно есть for ground фолдер и background фолдер то есть то что выполняется в непосредственно в системе то есть реально времени при выборе этой программы и background фолдер так называемая папка которая используется для того чтобы запускать либо редактировать более правильно сказать редактировать файлы в режиме background режим background это такая возможность такая функция такая возможность систему чпу выполнять какие-то мероприятия связанные с подготовкой следующей программы к ее выполнению то есть что значит подготовка мы не можем выбрать эту программу чтобы она была активная что активная выполняется мы не можем запустить эту программу потому что выполняется другая но мы можем ее редактировать то есть мы можем запустить в режиме автоматической работы программу номер один и параллельно в процессе выполнения программу номер один подготавливать то есть редактировать просматривать проверять симулировать программу номер 2 такое свойство называется работа режиме background ну так и расшифроваться на background то есть на заднем фоне чтобы перемещаться между любыми пунктами в абсолютно в любом графическом экране мы используем клавиши навигации и так клавиши навигации у нас это up down left-right до left-right используется в случае если представлена колонка в которых мы что-то выбираем то есть нет строго не построчный выбор а с выбор в колонках это может быть например offset и где мы перемещаемся не только вертикально горизонтально по роуз по строчкам а также и по колонкам выбирая необходимую ячейку в которой мы что-то введем в данном случае вводится вводится в геометрия и компенсация на геометрию высоты инструмента а также на радиус инструмента мы вернемся к предыдущей теме это прок программирование так в колонке в данном случае в форме программы нам необходимо выбрать ту программу которая будет активна в данном случае мы можем использовать клавишу input для ввода две клавиши с помощью которых мы что-то подтверждаем представьте если в программном обеспечении либо в саппор до либо в мобильном телефоне либо в какой-то аппликации приложения мы обычно можем иметь какое-то подтверждение в виде двух кнопок первое это ок 2 так cancel при этом ок это подтвердить то есть это true в зависимости от алгоритма подтвердить это действие подтвердить можно либо удаление либо зависимость от контента вы действительно не хотите это удалить окей да не хочу вы хотите это удалить окей да хочу то есть окей в данном случае отвечает за все что отвечает на логическую единицу то есть на какое-то до логического действия здесь же нужно чуть-чуть разобраться более детально что вы подтверждаете например если input необходим для ввода да то есть дословно это вот то он вводит только то в данном случае что мы можем выбрать то что мы выбираем выбираем из написанного например я хочу выбрать программу номер 3 0 1 я нажимаю на клавишу input и выбираю ее и программа 3 0 1 становится как бы активная для последующей работы то есть я могу в ней в данном случае работать если же я выбираю какую-то другую программу да то эта программа также становится активно если если мы окей если мы например выполняем какие-то действия связаны с записью то есть записываем систему то вместо input используется еще одна клавиша подтверждения называется на insert то есть две клавиши подтверждения которые как бы соответствуют окей то есть подтверждению 1 называется input 2 называется insert то есть если дословно мы переведем то input это вот на данных а insert это вставка то есть insert это вставить данные значит если мы что-то вводим куда-то то мы это не input мы это insert то есть мы это вставляем и вставок с эта вставка работает обычно только в режиме mdi mdi это режим ввода данных то есть при вводе данных мы можем что-то вставить и это будет insert можно сказать что во всех остальных случаях 95 процентов случаях и или более мы используем input для вставки insert для вставки точнее input для ввода окей там дальше посмотрим режим в режимах edit либо в режиме auto мы работаем с директорией то есть директория которая уже имеет какие-то файлы далее функциональные клавиши будут меняться в зависимости от того что мы открыли здесь например если мы перейдем в под режим экрана позиции то мы увидим что вот эти три клавиши они уже видите поменялись то есть они отвечали за одно какое-то там present origin pts pre run pre а сейчас при вводе например позиции они поменялись на absolute relative all то есть почему так вы так же как и в в любой собственно программе приложение где есть какие-то три клавиши функциональные которые могут отвечать за за выход за сдвиг за перемещение еще чего-то потому что просто нет необходимости в создании такого больше большого количества физически кнопок да поэтому мы должны видеть что эти функциональные клавиши мы не должны запоминать что нажимается там функциональных ваш номер там 6 до в таком-то режиме мы должны смотреть на контент какой контент нам пишет станок то есть absolute окей абсолютное значение значит нажимая на это мы видим переключаем абсолютное значение вроде как элементарная вещь на но тем не менее то есть скажем так стиль обучение у всех разные то есть кто-то просто выписывает какие-то комбинации зайди туда нажми то нажми то нажми там пятую клавишу это не совсем правильно особенно если например вы сами перейдете в позиции либо там нажмете что-то другое вот сейчас мы нажимаете пятую клавишу но это уже а в режиме программирования пятая клавиша седьмая например это фолдер а в режиме сообщение это месседж а в режиме граф это еще чего-то это кат то есть так мы не можем запомнить мы можем только запомнить следующее что в например при использовании главного режима edit то есть мы отходим от того что вот это самое главное кнопки edit out mdi например это самое главное кнопки при использовании клавиши edit редактирование у нас меняются эти клавиши но при этом мы должны выбрать необходимый режим экрана то есть это просто главный режим станка который переводит переключает его в другой же работы а с помощью вот этих клавиш мы изменяем режим экрана то есть что мы должны увидеть этот режим экрана работает не в зависимости то в каком главном режиме находится станок то есть позиции показывает нам позиции программы используется для создания новой программы для выбора текущей программы становление активной работы в режиме background то есть на заднем фоне просмотра текущей программы редактирование текущей программы если это нужно и либо работа в режиме mdi если таковой необходим то есть если он используется в режиме mdi мы можем вводить какие-то значения также посмотрите что для чего нужны эти функциональные клавиши например вчера кто присутствовал на водном занятии их не было потому что я использую другой систем как более новее и она использует еще некоторые такие вкладки либо клавиши которые их переключают для более удобной работы но это так производитель думаю да то есть что это так более удобно тут мы уже не можем повлиять мы уже как бы используем их и данном случае эти функциональные клавиши они вот включается выключается обычно с помощью этой клавиши и вот эти восемь клавиш дополнительно присутствует что тут есть абсолютное значение все позиции то есть эти клавиши полностью дублируются программ работа в про спрограммирование это то же самое чтобы мы нажали здесь и здесь то есть нажали два раза это такая функциональная клавиша которая дублирует это клавиша в данном случае резервная для такой комбинации то есть случае использования а edit либо mdi выбор этого меню и нажатие на эту клавишу то есть ничего не написано значит она резервная offset включает offset то есть offset это изменение либо редактирование параметра инструмента чтобы зайти сюда по-другому мы должны просто перейти в эти ос и включить здесь либо в любом режиме где используется данное меню его показать и нажать на эту клавишу можно сказать что такие hot keys на горячие клавиши hot keys то есть горячие клавиши которые всегда тут присутствуют и они будут показываться для быстрого перехода что касается макро это тоже очень удобно это продолжение сейчас посмотрим макро а